Здравствуйте, подписчики моего канала и просто любители карт Таро-78 дверей. Сегодня мы смотрим расклады, которые можно смотреть на весь год. И у нас расклад называется «Открытые глаза», где первая карта расскажет, как я себе представляю свое лучшее будущее. Лучшее будущее вы себе представляете, что сейчас у вас есть мужчина, о котором вы постоянно думаете. В своем лучшем будущем вы будете путешествовать по миру, по странам и наслаждаться, скажем так, любовью и отношениями. Как вы рисуете свое худшее будущее? Худшее будущее вы рисуете себе, чтобы вы будете старенькая бабушка, читать сказки детям, будете жить в одиночестве, когда к вам будут приезжать на побывку внуки, будете зарабатывать деньги. И я бы сказала, будете мечтать о том, как бы изменить это будущее. То есть вам не хотелось бы именно такого будущего. С какого действия вам надо сейчас начать путь к лучшему? Вам надо начать встречаться со своим мужчиной. Из этого мужчины, скажем так, лепить себе мужа и поверить в его любовь. То есть пойти все-таки за этим мужчиной, хотя он вам может быть кажется незрелым мальчиком. То есть хороших мужиков разбирают с щенками. То есть возьмите этого щенка и дрессируйте. Так, от какого действия следует отказаться сейчас, чтобы обойти опасный путь, ведущий к худшему? Перестаньте сидеть постоянно в интернете, да? А сделайте так, чтобы ваш мужчина приехал к вам. То есть старайтесь его звать к себе. То есть не сидите годами в интернет-романах. Это может ни к чему не привести. Так, какое качество вам нужно в себе развивать, чтобы дойти к лучшему будущему? Смотрите, ну я бы так сказала. Во-первых, будьте увлечены личностью. Занимайтесь тем делом, которое вам интересно. Оно вам принесет очень хороший материальный доход. То есть к вам пойдут деньги, да? И старайтесь, как бы тяжело ни было, это дело не бросать. Так, какие мысли будут вам мешать? Какие мысли? Вы боитесь встречи с этим мужчиной? И вам почему-то кажется, что при одной мысли о встрече с ним, да, у вас уже начинается какая-то депрессия. Вы что-то сами себя загоняете, чего-то боитесь. Кто вам может помочь на этом пути? Только трансформация личности и кропотливый труд. То есть ничего не бойтесь, идите. Кто может вам помешать? Помешать может ваша семья, которая не хочет, конечно, чтобы, скажем так, финансовая самодостаточность ушла куда-то в сторону, да? То есть им хочется, чтобы вы давали всем, кроме себя, любимой. То есть семье поменьше рассказывайте. Чего вы не сможете избежать в любом случае? Так. В любом случае вы личность сильная, вам нужно действовать и идти вперед в новые отношения. Этого избежать у вас не получится. Так. Какой вариант будущего вы получите, если будете просто плыть по течению? Вы останетесь одна и будете все куда-то там мечтать о какой-то любви, на что-то надеяться, да? И в результате ни внуков рядом не будет, ни детей рядом не будет, ни мужчин. То есть сейчас у вас прямо переломный год будет. В год крысы вам надо прямо себя вытащить и шагнуть вперед навстречу своей судьбе. Вот кому интересен такой расклад, заказывайте приватный, и мы рассмотрим вашу ситуацию.